всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут лола и это видео вторая часть моего преображения в первой части мой муж федерико меня постриг и если вам интересно вот здесь я наверху оставлю ссылочку он без опыта это все дело в первый раз и в этом видео я буду делать окрашивание air touch точнее его коррекцию потому что мне до этого тоже было окрашивание air touch правда делая его в салоне но в этот раз у меня нет возможности сходить в салон по разным причинам поэтому вот в принципе уже вы видите готовый результат вот что у меня получилось я безумно довольна я честно говоря вообще не ожидала что так получится достаточно хорошо для домашнего варианта поэтому если вам интересно продолжать смотреть вообще что такое окрашивание air touch это такая техника окрашивания волос сложная при которой можно добиться такого плавного мягкого эффекта не практически незаметно но в общем получается все очень натурально с помощью фена выдуваете прядку и после получаете вот такой вот эффект окрашивание air touch делают на чистые сухие волосы потому что если волосы будут жирные то потом просто невозможно будет что-то оттуда выдуть они будут все волосы склеены и желательно конечно вытянуть еще утюжком тогда вам проще и удобнее будет работать тем более если у вас волосы волнистые это я думаю что обязательно это видео будет подробным потому что я постаралась собрать вот все нюансы с чем я столкнулась в процессе окрашивания чтобы вам было намного легче основываясь на мой опыт в интернете очень много видео обучающих но в основном они как бы предназначены для более профессионалов для мастеров вот для домашнего использования я не нашла такого видео где подробно прям объясняют как это сделать именно вот таким обычным языком поэтому я постаралась сделать такое видео для вас надеюсь оно будет полезным и так что понадобится для окрашивания волос вам нужно заранее приготовить это фольгу я нарезала вот такими вот широкими лентами вы отрезаете сколько вам нужно ориентируйтесь на вашу длину вот я сделала вот такого плана вот где коротенькие волосы вот здесь возле висков я делала поменьше у меня ушло где-то 70 штук сразу вас предупреждаю я прям купила целый рулон и мне в принципе хватило и понадобится вот такой вот планшет у меня уже такой поюзанный ну как планшет то есть парикмахеры в салоне мастера называют это планшетом то есть у них есть такой профессиональный ну понятно у нас нету поэтому вот изгаляемся из того что есть я вырезала просто из посылки и вот пожалуйста готова планшет очень удобная вещь хорошая замена это чтобы вот сюда подкладывать и вот так вот красить вам понадобятся перчатки желательно несколько штук потому что я где-то три пары наверное меняла они у меня рвались может быть из моих ногтей так что имейте ввиду вот такие вот зажимы у меня есть вот такие вот тоненькие они очень удобны именно для окрашивания держать фольгу потому что они не создают объема в отличие от вот таких но эти и лучше держит намного я имею ввиду именно для волос они хороши вот в салонах обычно используют мастера вот такой вариант это называется крокодильчик вот но вы используете конечно то что у вас есть также вам понадобятся вот такие вот две кисточки если вы будете делать тонирование и двойную растяжку вам они пригодятся но в принципе для air touch а просто 1 пригодится вполне вот такая вот расческа именно вот с таким тоненьким наконечником чтобы разделять прядки очень удобно если не такой расчески ну какой-то аналог и вот такой вот респиратор ну конечно это не обязательно но если у вас есть можете воспользоваться когда будете замешивать осветляющий порошок он обычно пылит ну то есть там может быть дорогие какие-то бренды не пылят да а вот обычные я использовала и стель они немножечко пылят поэтому неприятно дышать этим если у вас есть воспользуйтесь также очень удобно работать с весами когда вы знаете сколько разводить краски но обычно на краске всегда есть деление тоже очень нужная вещь но если у вас ее нету в принципе можно обойтись из красок я использовала на корне вот эту и гору в оттенке 61 но как видите не совсем у меня все хорошо в этом плане потому что я раньше смыла но вы уже дальше все поймете почему но вот использовала я вот этот оттенок на длину я использовала краску и стель номер 1016 но еще добавляла также корректоры буквально по горошинки я вот рекомендую конечно добавлять горошину но все это зависит от той краски которую вы выберете поэтому тут все индивидуально также мне есть для длины вот такой вот оттенок от игора royal это 1021 ну я его немножечко так потестил на одну прядку у меня он получился слишком какой-то такой фиолетовый но тоже думаю надо его миксовать и найти формулу но я сразу хочу вам сказать что тонирование это вообще не мой конек точнее я учусь экспериментирую но вот надеюсь скоро найду свой оттенок кстати если уже кто-то нашел свой идеальный пепельный блонд для тонирования напишите обязательно в комментариях потому что я в поиске также я использовала несколько порошков видов у меня это было от estelle и я еще использовала здесь вот местный бренд и и в итоге у меня получилось где-то четыре пачки я использовала на всю мою голову ушло у меня по поводу окислителя я использовала 4 процента и 6 процентов этого достаточно на мои вот такие вот волосы в принципе желтым таким хорошим пигментом и на длину я рекомендую использовать до двух процентов не больше то есть это именно для тонирования в принципе полтора 1 и 9 продают этого вполне достаточно также вам понадобится еще мокрая тряпка это обязательно потому что когда вы будете красить где-то вы испачкаетесь и быстрее чтобы это вытереть очень помогает такой вариант по поводу одежды одевайте какую-нибудь старую футболку которой не жалко я вам тоже рекомендую очистить все пространство вокруг вас потому что когда это все начинается это просто такой бардак и также я использовала полотенце которое у меня как раз таки для краски она уже такое вот пережила все обязательно не забудьте приготовить еще две какие-нибудь чашки но главное не металлический и еще я придумала одно такое ноу-хау потому что без дополнительного зеркала это сделать просто нереально потому что сзади вы ничего не видите если у вас есть конечно такое трюмо которое двигается и можно в принципе посмотреть с разных сторон то вообще классно но если его нету я придумала вот такое вот устройство я взяла просто трипот от софтбоксов то есть от освещения которое у меня для видео предназначено и прикрутила туда зеркало на скотч и вообще это просто был идеальный вариант очень мне помогла такая система тоже вам рекомендую сделать также вам пригодится ручка и бумага чтобы записывать время окрашивания я приготовила свое рабочее место и теперь делю волосы на шесть частей как показано картинке есть разные схемы я решила глубоко в них не выдаваться просто разделила для удобства окрашивания самый легкий способ разделить волосы это сделать прямой пробор и от пробора все линии должны сводиться к уху начинаю я окрашивание снизу также как и все мастера начинают не с передней части от затылка поэтому одну нижнюю шестую часть я оставляю затем я развожу осветляющий порошок с окислителем и добавляю в каждую новую смесь хромоэнергетический комплекс от эстель формула будет в инфобоксе прежде чем брать прядку всегда заранее подготавливайте планшет с готовой фольгой и заворачивайте немножечко с запасом прядки нужно разделять по диагонали то есть это от уха до шеи и в таком порядке мы идем снизу наверх чем дальше от корней вы держите прядку тем больше будет волос у вас выдуваться если держите выше ну соответственно больше блонда будет наверху окрашиваю я только то что остается у меня в руке толщина прядки должна быть где-то примерно от сантиметра до полутора в зависимости от густоты ваших волос я хотел чтобы меня было достаточно количество темных волос поэтому держу практически за кончик прядки я выдуваю только холодным воздухом иначе прядка может нагреться и пойдет неконтролируемый процесс осветления волос волосы которые выдались я их оттягиваю вниз можно также пригладить водичкой мокрыми руками чтобы не мешали затем прикладывают заранее приготовленный планшет и наношу краску краску я наношу обильно но близко к корням я не наношу так как в процессе порошок имеет свойство увеличиваться в объеме и может выйти из краев поэтому фольга должна быть еще и широкой закрываю я фольгу и поднимаю нижнюю подложку из фольги которая загибала на планшете и сверху закрываю тоже с запасом если вытечет то на фольгу и другие волосы не испачкаются и после фольгу фиксирую крокодильчиком чтобы фольга у меня не сползала с прядки и так с каждой последующей прядкой а и Субтитры сделал DimaTorzok Я закончила 2 затылочные зоны и каждую зону я подписываю, во сколько я закончила, чтобы потом минут через 40 я могла вернуться и проверить, как проходит процесс. Если достаточный фон осветления, я смываю либо руками, либо мокрой тряпочкой, каждую прядь отдельно. Если недостаточно покрасилась, жду еще, либо добавляю немного краски и снова закрываю. Я уже смыла самую первую прядку, волосы очень желтые, но тонировка все исправит. Продолжаю красить третью часть, начинаю я с висков, походу смываю нижние прядки. Сначала тряпочкой, потом, когда весь уже процесс я закончу, я помою все волосы с шампунем. И вот здесь хорошо видно, как я подгибаю нижнюю фольгу, чтобы остальные волосы у меня не испачкались. Кстати, иногда, когда сильно осветленные кончики, их оставляют, то есть их не закрашивают. Просто вот так вот убирают в сторонку и вот так вот закрывают. Сейчас покажу. Вот так вот. Получается, вот здесь такой как бы хвостик висит, если у вас сильно осветленные волосы. Если после выдува прядка все еще густая, то можно убрать лишние волосики с помощью расчески. Разводить смесь лучше по чуть-чуть, так как вы новичок и ваша смесь может потерять свойства, так как работать, скорее всего, вы будете медленно. Здесь я уже совсем устала, поэтому стала терять бдительность и прядку положила прямо на волосы. Вытерла, но там все равно уже пятнышко окрасилось, я его позже затонирую. Поэтому, если вы делаете какие-то ошибки, то тонировкой, в принципе, потом можно будет это исправить. Всегда вытирайте всю лишнюю краску. Так, ну вот смотрите, здесь такая у меня ситуация. Видите, здесь вот такой маленький пушочек, они и короткие волосы. А здесь у меня длинные, ну это как бы одна прядка, да. Я что делаю в таком случае? Я выдуваю вот как мне надо, вот эту часть, вот эту маленькую не трогаю. И вот у меня, допустим, там вот это все выдулось, да. Вот эту часть я уже беру, соединяю с вот этими мелкими и уже отсюда выдуваю вместе с этими. То есть у меня вот эта длинная, которая была, там именно у меня уже те, которые выдулись. И те мы вот эти нижние оставляем. И вот эту коротенькую прикрепляем к вот этой основной. И тогда у нас получится и это захватится тоже заодно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот вам хочу показать качество волос. Вот, пожалуйста, видите? Ничего не рвется. Все нормально, потому что мы осветляли на низком проценте окислителя. И поэтому вот так вот медленно, но бережно. Лучше так, чем совсем без волос. Я уже практически закончила. Видите, вот здесь я уже все снизу сняла. Здесь вот немножечко наверху осталось у меня. И я выделила вот такие две прядки. Хочу, чтобы у меня возле лица были такие светлые пряди. Поэтому вот будем сейчас вот это отдельно красить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я уже помыла голову с шампунем и также я использовала бальзам. Обычно если волосы пористые, то используют бальзам, потому что краска будет иначе все впитывать, а нам надо, чтобы она плавная, тонировка у нас была. Потому что следующий этап у нас будет тонирование и я буду делать двойную растяжку, это когда корни вы затемняете, а здесь у вас светленькое. Тонирование делаю только на влажные волосы, то есть вот слегка они такие не мокрые, а именно влажные должны быть, чтобы с них не текло. Ну давайте приступим, зря не будем терять время, а то уже скоро волосы начнут сохнуть. Ну вот у меня вот так вот получилось. Это надо все обязательно расчесать, прежде чем наносить тонировку, поэтому мы сейчас это все расчешем. Ну вот, что у меня получилось. Конечно, на мокрые волосы, кажется, еще не совсем все понятно. Вот, ну здесь светлее стало, по крайней мере, сверху. Вот мои вот эти две прядки. Сейчас вот так посередине я сделаю, они должны быть. Вот. Я вот замешиваю краску сейчас, это у меня на корне. Здесь 30 грамм краски и два корректора. Это Эстель, вот, 66 корректор и 11 фиолетовый и синий. Но я в инфобоксе всю информацию напишу, как и что я использовала. Сначала мы должны замешать все, все ингредиенты, которые краска с корректорами, а потом уже добавлять окислитель. Вот так вот по правилам, иначе может быть там кусочки остаться и не раствориться. Тонирование я начинаю с окрашивания длины. Потом корней. На самом деле, очень сложно было это делать, сложнее, чем Эйртач. Так как пигмент схватывается сразу, и тут очень важна скорость. После нанесения я как бы растираю границу двух красок между собой. Краску наносить нужно обильно, чтобы волосы прям в ней купались. На самом деле, когда я закончила, я ужаснулась, что я вся темная. Думаю, столько работы с этим Эйртачем. И сейчас все закрасится, поэтому я не дождалась 20 минут и сразу все смыла. Поэтому некоторые места не затонировались и остались с желтизной. В итоге все было не так плохо, как мне казалось, просто мокрые волосы всегда темнее. И вот такой результат у меня получился. Я в восторге. Вообще, девчонки, это нечто. Как я так это сделала, я вообще не понимаю. Вообще просто супер. Посмотрите, как, конечно, не все идеально получилось. Но, в принципе, для домашнего варианта, мне кажется, это вообще супер. Лучше и быть не могло. Конечно, я с тонировкой немножечко накосячила. Я ее смыла, поэтому где-то не взялось. Поэтому я думаю, если я буду уже в следующий раз делать, я учту все эти нюансы и уже буду делать по-нормальному. Так что вот такой вот результат. Вообще просто супер. Напишите в комментариях, если вам понравилось. Не судите меня строго. Я тоже не мастер. Я просто стараюсь помочь таким же девчонкам, у кого нет возможности сходить в салон по разным причинам. Поэтому вот чтобы, если уж делаете, то делать это с умом. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравился результат. И увидимся скоро в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok